Кавказские джихадисты на Сирийской войне Часть первая В этом материале мы затронем крайне малоизвестную и отчасти неприятную тему участия отдельной группировки джихадистов-выходцев с Российского Кавказа в Сирийской гражданской войне Данная статья является эксклюзивным материалом, подготовленным специально для нашего портала и базируется на ряде неизвестных широкому кругу лиц и источников Речь пойдет об объединении исламских экстремистов известным под наименованием Аджнат Аль-Кавказ, Айнат Аль-Кавказ Солдаты Кавказа Наименование этой группировки происходит от арабского слова джунт войска Аджнат буквально участники войска, то есть солдаты Это относительно малоизвестное экстремистское сообщество объединяющее радикальных исламистов-выходцев с Российского Кавказа преимущественно этнических чеченцев с небольшими добавлениями ингушей, черкесов, аварцев, других дагестанцев и так далее Его история начинается с того времени, когда по итогам Второй Чеченской войны и в ходе продолжавшейся долгие 2000-е годы антитеррористической операции на Северном Кавказе многие из чеченских боевиков, те, кто вышел, были вынуждены бежать на территорию Турции Приблизительно в период 2009-2010 годов в их среде было создано некое сообщество экстремистов которые готовы были продолжать джихад против кафиров в других странах, вне территориальных границ РФ Однако условием их вполне благополучного существования на территории Турции, на деньги зарубежных спонсоров был отказ от подрывной противозаконной деятельности и для участия в боевых действиях у данных лиц возможности до определенного времени не было при том, что ехать обратно для них означало сразу же быть отправленным к Гуриям Отметим, что в это время турецкие и американские спецслужбы отлично знали про них но никаких действий против чеченских боевиков, проживавших на территории Турции, не предпринимали И когда в Тунисе, а потом во многих иных странах арабского мира вспыхнули революции и арабские весны эти чеченские экстремисты решили принять в данных событиях живейшее участие Но совершенно особую роль в их судьбе оказал вооруженный мятеж в Сирийской Арабской Республике Именно в эту страну поехала наиболее радикальная часть из их сообщества которая сразу же присоединилась к сунницким мятежникам, получив вновь доступ к оружию а, по некоторым данным, получив всю необходимую экипировку от турецких силовиков на границе боевики из группировки Аджнаталь Кавказ в Идлибе Источник фото twitter.com.world.onald В ходе нараставших военных успехов вооруженной оппозиции в их среде росла и численность боевиков-выходцев с российского Северного Кавказа В 2012-2013 годах они сформировали два собственных объединения вооруженных экстремистов Первая из них, базировавшаяся в провинции Латакия, называлась Джамаат Аль-Хилафа Аль-Кавказия Объединение Кавказского Халифата Во главе него встал некий Абдул-Хаким Аль-Шишани бывший командир центрального сектора террористического вилоета Нохич Йон на территории Чеченской Республики Подконтрольные ему силы на 2013-2014 годы год оценочно насчитывали 80-100 боевиков Что, надо сказать, довольно немало для диверсионного подразделения ветеранов войны в Чечне Согласно сирийским источникам, их контролировали турецкие спецслужбы А через них и американские, которые в равной степени были готовы использовать данных боевиков как против России на Кавказе, так и против Сирии Вскоре был создан Джамаат Джунталь Кавказ, объединение солдат Кавказа Небольшое экстремистское сообщество из потомков кавказских мухаджиров Преимущественно этнических черкесов, проживавших на территории Сирии, Иордании и Турции со второй половины 19 века Базировались боевики данной группы в районе Эль-Кунетры и насчитывали в своих рядах на тот период около 30 человек Данное террористическое сообщество, по мнению сирийских служб безопасности, контролировалось и орданской или катарской разведкой А через них ниточки тянутся к британским или американским спецслужбам, которые, как известно, с большим энтузиазмом участвовали и участвуют в ближневосточной конфронтации В 2013 году оба этих объединения вошли в состав террористической и запрещенной в РФ группировки Ансара-Шам, однако оставались внутри нее относительно недолго В 2014 году к группировке Джема-Аджун-Таль-Кавказ присоединилась небольшая экстремистская группа радикальных исламистов Ахра-Раш-Шеркес Свободные черкесы, составленные из этнических черкесов, проживавших в районе голландских высот на севере Израиля Эта группировка, по некоторым сведениям, с самого начала контролировалась одними из подразделений израильской разведки, а через них, значит, снова к североамериканским агентам, являющимся, как известно, основными стратегическими партнерами разведслужб Израиля Которая в том числе и через них стремилась всячески усугубить гражданскую войну в Сирии Постепенно, к весне 2015 года, все три вышеуказанных исламистских организации слились в единое объединение экстремистов под названием Аджан-Таль-Кавказ во главе с Аль-Шишани, ставшим верховным эмиром Судя по всему, их тайные кураторы из Турции, Иордании или Катара и Израиля, при вероятной верховной координации со стороны заокеанских партнеров Как-то смогли договориться между собой и посчитали возможным соединить усилия данного исламистского сообщества в борьбе против законного правительства Башара Асада В 2015 году группировка исламских экстремистов Аджан-Таль-Кавказ вошла в состав новообразованного объединения сирийских джихадистов Джейш-Аль-Фатх, армии завоевания, силы победы, альянса сунницких групп вооруженной оппозиции во главе с Джабхат-Ан-Нусрой, известным филиалом Аль-Каиды в Сирии Все вышеуказанные сообщества признаны террористическими и запрещены в РФ Общая схема битвы за Идлиб в 2015 году Первой широкомасштабной операцией, в которой приняли участие боевики Джан-Таль-Кавказ, было наступление джихадистов на Идлиб весной 2015 года Всего в данном наступлении участвовали силы многих групп мятежников Фронт Ан-Нусры, Ахра-Раш-Шам, Сирийский легион, Джейш-Аль-Сумна, Лива-Аль-Хак-Иные, часть их которых запрещена в РФ, общим числом в несколько тысяч боевиков 24 марта 2015 года объединенные силы Джейш-Аль-Фа отход оковали столицу этой провинции и через три часа дня пробились в сам город Правительственные подразделения, к сожалению, в целом не оказали решительного сопротивления И к 1 апреля 2015 года Идлиб оказался в руках боевиков 2-3 апреля силы мятежников вполне успешно даже попытались преследовать отходившие от города правительственные силы Но были остановлены и отброшены пришедшими 4 апреля 2015 года силами Тигра, Каваталь-Немра К 8 апреля фронт стабилизировался, а 15 апреля правительственные войска, сконцентрировав артиллерию и авиацию, перешли к контрнаступлению 20 апреля войдя в Идлиб, и к 25 апреля вновь установив полный контроль над городом Известно, что в ходе этих боев объединенная группировка кавказских джихадистов, насчитывавшая около 100-120 человек, сформировала ударную группу примерно из 40 человек, которая принесла значительный вред правительственным силам В мае 2015 года лидеры Аджнаталь Кавказ выступили, возможно, с подачи заграничных кураторов, с популистским заявлением о том, что они официально не являются частью Имарата Кавказ и не входят ни в одну из группировок сирийских метежников, а просто являются их независимыми союзниками Осенью 2015 весной 2016 года это подразделение настоящих кавказских мухаджиров отметилось в провинции Латакия, где в течение нескольких месяцев шло ожесточенное противостояние между силами вооруженных мятежников, которых спонсировал и поддерживал широчайший спектр государств, и силами правительства Б. Асада, поддерживавшихся только Россия и Ираном Со стороны сил джихадистов в боях на территории Мухафаза Латакия принимали участие сирийская свободная армия, Исламский фронт во главе с Ахра-Раш-Шам, фронт Ан-Нусра, в который пока все еще входили боевики из Кавказа, отряд Исламской партии Туркестана в Сирии, подразделения поддерживаемых Турцией сирийских туркоманов и Т.П Большинство из вышеуказанных группировок запрещены в РФ Кавказские джихадисты в горах провинции Латакия Источник фото Со стороны правительственных сил, кроме сирийской армии, им противостояли подразделения ливанских шиитов из Хизбаллы, алавитов и боосистов из бригады Львов Имама Хусейна, сирийских, иракских и иранских шиитов из Лива Асад Алах Аль Галиб, сирийских марксистов из Народного фронта Сирийского сопротивления, сирийских националистов из бригады Сирийской социал-националистической партии и т.д. Не говоря о российской группировке в Сирии, действия которой и внесли главный вклад в победу над джихадистами. Мы не будем описывать подробности этого противостояния, приведшего к освобождению большей части территории провинции Латакия. Только отметим, что эта победа сирийских правительственных сил была бы невозможна без активной военной помощи со стороны нашей страны. И именно в ходе боев за эту мухофазу наши ВКС понесли относительно серьезные потери, включая печально известный эпизод со сбитым турецким истребителем российским самолетом Су-24. Согласно заявлению боевиков из Аджната-Аль-Кавказ, достоверность которого пока достаточно трудно проверить, В ходе боев за Латакию они снова, впервые за много лет, столкнулись в наземных боях с подразделениями российской армии, а также с частями различных проправительственных ополчений, в которых действовали российские военные советники. И именно в тот период джихадисты с российского Кавказа, видимо, поняв, что главным противником России в этой войне являются радикальные халифатисты из исламского государства, признанного террористическими запрещенного в РФ, и приравненных к нему группировок, с которыми не будет никогда никаких переговоров, все больше стараются дистанцироваться от ИК. Первую половину 2016 года боевики из Аджната-Аль-Кавказ провели на оставшейся под контролем вооруженных мятежников третьей провинции Латакия. Там они стали выступать уже в качестве инструкторов и советников при подготовке новых отрядов из рекрутов сирийской вооруженной оппозиции. В тот период лидеры джихадистов в этом регионе стали готовиться к реализации нового плана наступления, ставшего известным позднее как новая битва при Ермуке, однако продолжение темы оставим для второй части.